Всем привет! Вы смотрите новости ММА, меня зовут Андрей Антонов. Друзья, только посмотрите, как Сирил Ганн рвется к бою с Нганом. Уже совсем скоро UFC 270, на следующих выходных я вам скажу, что это что-то с чем-то. Отличный бой, отличная интрига. Нган молодец, видно, что рассчитывает на борьбу. В этом есть толк. К своей мощи в ударке он отлично грамотно подмешивает противоядие против Фрэнсиса. После таких тренировок у меня еще больше уважения к тренеру Фернану Лопесу. Посмотрите, как серьезно он готовит своего подопечного. Вообще, Ганн выглядит устрашающе. Видно, что находится в прекрасной форме. Может быть, скажу непопулярную вещь, но что-то мне подсказывает, что так Нгану будет выглядеть против Гана в четвертом раунде. В то же время, Сирил Ганн говорит, что у него лично нет вражды с Фрэнсисом. Что он смотрит на соперника, как на еще одно препятствие на пути к великой карьере. Если Ганн победит Нгану, то все его ожидания сбудутся. И он отберет у него титул чемпиона в тяжах. Важное событие. Сейчас расскажу, когда пресс-конференция Нгану и Гана. Когда взвешивание. И когда сам бой. Бывшие товарищи по команде столкнутся в объединительном поединке за титул чемпиона утром в воскресенье 23 января по московскому времени. Пресс-конференция по событию состоится в четверг 20 января. Взвешивание состоится в пятницу 21 января. И все эти события, друзья, можно будет посмотреть в прямом эфире на UFC.com, YouTube, Facebook и Twitch. Двигаемся дальше. UFC планирует провести бой между Нейтем Диезом и Дастином Парье в марте. Итак, по словам Ариэля Хильвани, UFC хочет добавить в март титульный бой, который принесет огромный пей-пер-вью. Многие ждут не так бой, как саму пресс-конференцию. Это будет сумасшедшее событие. Если эти все бои состоятся, затем проигравшие подерутся друг с другом. А победители могут провести бой также друг с другом чуть попозже. Как вам такой расклад? Я уже говорил о том, что Колби надо будет искать отдельное место за столом, потому что никто из этих трех парней не захочет сидеть с ним рядом. У них у всех ужасные отношения к Колби. Как вам такая пресс-конференция? Напишите, поделитесь вашим мнением в комментах. Я люблю UFC, ММА, бокс и вообще все виды боев. Но когда речь заходит про локти, это всегда заставляет меня вздрагивать. Нереально жесткие, очень опасные для жизни удары. Как камень, который хлопает по твоей голове. Представьте. Все это мы увидели с вами в бою Катара и Чикадзе. Реакция Реля Хельвания. Какое возвращение Келвина Катара? Ой, 364 дня назад он проиграл Холлоуэю. Довольно плохо. Сегодня вечером он возвращается с виртуозным выступлением. Огромная победа для него. Видите ли, не все потеряны сегодня вечером фанаты. Заметили друзья или нет, но Рель Хельвания в последнее время становится по-настоящему дерзким. Ну а что касается боя, Катар решил загадку о Гиге. Локти сделали свою работу. Катар выглядел великолепно. Это заставляет меня задуматься, насколько хорош Макс Холлоуэй. А еще этот бой напомнил про Забита Магомед Шарипова. Надеюсь, Забит скоро вернется и покажет всем яркие бои, потому что у него сейчас идут самые лучшие годы и простаивать ну никак нельзя. Бывший чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй поздравил Катара с его победой. Он написал, поздравляю Келвин Катар, какое выступление. Дана Уайт также отреагировал на бой. Когда Гига вернулся в угол, я сказал своим парням, везите его срочно в госпиталь. Келвина тоже сразу отправили в больницу. После такой тотальной войны мы обязаны проверить и убедиться, что с ними все будет в порядке. Наш первый главный поединок в году стал первым кандидатом на бой года. Это потрясающее начало. Перед боем я говорил, что люди рано списали Катара, забыв его битву с Холлоуэм. И сегодня он выглядел невероятно. Его ударил огтями с разворота. Изменили ход боя. В первом раунде они боролись, потеряв много сил, затем устроили войну на уничтожение. Катар – настоящий зверь. Если вы посмотрите на его бои в UFC, особенно на поединки против Макса и Гиги, вы поймете, что он особенный парень. Он чертов воин. Ислан Махачеву похвалил бой. По мнению Махачева, этот поединок будет претендентом на статус лучшего боя 2022 года. Ранняя номинация на бой года. У себя в Инстаграм Гига показал снимок, который сделал вместе с Катаром и подписал респект Келвину Катару. Гига молодец. Был опасен и бросал удары с силой на протяжении всего боя. И в дивизионе не так много, друзья, парней, которые на это способны держать такой темп. Дана Уайт справедливо отметил, что первый бой в 2022 уже кандидат на бой года. Вот так надо начинать. Катара поздравляем с победой. Чикадзе здоровья и скорейшего восстановления. И переходим к следующей новости. Друзья, вы уже знаете о конфликте с Сихуда и Даной Уайта. И об этом мы уже с вами говорили в прошлом выпуске. Так вот, ситуация набирает обороты. Новое заявление Уайта и реакция Сихуда. А еще неожиданное появление в этом всем конфликте Коннора Макгрегора. Давайте по порядку. Слова Даной Уайта. Разве этот парень не завершил карьеру? То есть я последний раз видел, что он находится на пенсии. Теперь он злится из-за того, что не получил титульный бой. Это даже не имеет смысла в другом весе. На прошлой неделе Сихуда решил, что не закончил карьеру. Брось, мужик, это чертовски глупый разговор. Если он хочет вернуться и попытаться снова завоевать титул в своем дивизионе, то затем можно поговорить о подъеме в весе. Но не надо внезапно появляться и называть чьи-то имена, думая, что ты получишь титульный шанс в другой весовой категории, когда ты завершил карьеру. Генри Сихуда. Его ответ. Дана, мне был необходим перерыв. Честно говоря, мне наскучило бить Ти Джей Делошоу за минуту и Доминика Круза за две. Я женился. У меня родился ребенок и теперь я восстановил силы. Я хочу стать четвертым чемпионом. Если я побью старого мужика в баре или научусь танцевать риверданс, ты представишь мне шанс? Тут врывается Конор. Генри Сихуда – маленький пердон. Генри в ответ выложил фото, на котором Клип и свое, и подписал – двойной болван, двойной чемпион. И еще ответ от Сихуда. Что ты знаешь о пи***же? У тебя всегда заканчивается газ. Неплохо, Генри, неплохо. Пока не ясно, с чего у Сихуда и Макгрегор возникла эта вражда, ведь вряд ли они сойдутся в октагоне. Есть предположение, что все это делается для того, чтобы раздуть шумиху вокруг своих имен. Судя по постам в социальных сетях, Макгрегор быстро выздоравливает, но соперник для его возвращения все еще не определен. Пока что ничего не подтверждено. Мираб Двалишвили демонстрирует неприятную травму ключицы. И да, он не нырял в лед. Помните тот случай, когда Мираб попытался нырнуть в обледенелое озеро и ударился головой? Очень жесткий парень. Сильно повредил ключицу. К счастью, хирургическое вмешательство не требуется. Физиотерапия и время на восстановление. Вот что нужно. Я вернусь сильнее, чем раньше. Я получил травму на одном из обычных упражнений. Скоро я вернусь к своим привычным тренировкам и режимам. Такое обращение к подписчикам. Теперь что его ждет? Реабилитация. И примерно через 6 месяцев он должен чувствовать себя таким же сильным, как и раньше. Но плечо будет все же быстрее уставать. Пожелаем скорейшего выздоровления. Спасибо, что смотрите. Я вижу все ваши комментарии и лайки, которые означают, что я делаю все правильно. Мне очень приятно, когда вы довольны. Так что встретимся, друзья, в новых видео. Возвращайтесь на мой канал. Любите ММА. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok